Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Можно ли верующим краситься и носить украшения? Если нельзя, то почему? Есть, конечно, многими уже наизусть выученные слова апостола Петра о том, что даже для женщины, которой свойственно украшаться, подлинным украшением является не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Перенастроиться, искать эту красоту и чувствовать себя вполне счастливой именно тогда, когда оказываешься в ее свете, под ее действием, приходится, конечно, не сразу, но под влиянием церковной жизни постепенно у человека появляется вкус к той красоте, нетленной, духовной. А до поры до времени все как сорока, который тащит все блестящее в неизвестном направлении, так и с непонятными намерениями подвешиваются побрякушки в ушки, в ноздри, в другие части тела современными модницами, а естественные черты лица изменяются художественно или антихудожественно, эстетично или безвкусно для достижения каких-то внешних эффектов. Если раньше это было в основном действием каких-то угольков или сажи, или соков ярких, впоследствии каких-то косметических средств, то теперь уже и какие-то разрезы, уколы, закачивания стали чуть ли не обиходом для современниц наших. Не знаю, были ли когда-то притирания и подкрашивания прекрасными, но еще храня в себе атовизмы мужской природы, я могу сказать, что современные средства подкачивания, накачивания, измерения своих форм носа, глаз, губ вызывают искреннее отвращение и брезгливость со стороны мужского пола в отношении тех модниц, которые хотят, наконец, покорить мир своими формами, искусственно созидаемыми с помощью технических изобретений современности. Есть в этом, во-первых, торжество духа блуда, который, очевидно, выползает на лицо через эти хитрости и не выглядят они невинными, поскольку, самое дело, соблазнение, то, против чего Господь особенно предупреждает всякого человека. Если через тебя приходит соблазн, то лучше было бы тебе умереть страшной смертью, быть вверженным в пучину с тяжелым камнем на шее, чем послужить к соблазну окружающих, а именно ради этого, как правило, стремятся изменить красками или еще чем худшим свой вид те, кто стремится властвовать и соблазнять, распространять вокруг себя эти флюиды плотской страсти современницы. Потому не просто Священным Писанием, Словом Божьим являются запрещенными эти средства и методы, но самим очевидным благоразумием они вредят тому, кто их употребляет, ветшает кожа, жизненные силы. Не только из самого человека уходят постепенно от этих всех действий, но и в самом лице проявляется какая-то мертвенность маски вместо живого человеческого лица, вместо свежести и невинности, вместо чистоты. И это Богом данного обаяния становятся царствующими и в этой особе, и на ее лице. Поэтому хорошо себя отучать постепенно от этих навыков притираний, подкрашиваний, примазаний. Не знаю, честно сказать, и не встречал даже и своих юных приятелей, и тогда, когда мы сами были молоды и активны, небезразличны к женскому благообразию, не встречал тех, кто косметикой своих избранниц был бы удовлетворен, и этому радовался больше естественного благообразия собственных жен, избранниц, благообразных женщин, все, с кем мне приходилось по этому поводу общаться, воспринимали косметику, а особенно вот эти необратимые вредные изменения своего собственного вида, как какое-то неизбежное зло, дискутировать по поводу которого с женщиной почти не имеет смысла, поскольку они уже утвердились в этом художестве на палитре своего лица, на этом листе, который они считают со стороны Господа дарованным им несовершенным, и сами, стремясь быть соратницами своего Создателя, вооружаются не только красками, но и шприцами и всякими лазерными установками для того, чтобы сделать лучше, и если популярна пословица «лучший враг хорошего», то здесь она, очевидно, действует самым ярким образом, потому будем не столько из-за внешних запретов учиться избегать этих средств изменения своего вида, сколько по естественной жалости к себе самому, к своему Богом дарованному естеству, и ради радости и пользы тех, кто находится рядом с нами. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok